Привет всем, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Нирон. Сейчас у нас будет долгожданное видео про материнские платы под AMD Ryzen. Мы поговорим про то, какие материнские платы стоит покупать, а какие нет. Ребята, это уже не первое видео на эту тему. До этого у меня видео были более подробные для людей, которые хорошо разбираются в материнских платах, в том, как они устроены и так далее. А это видео, скажем так, больше для начинающих юзеров будет. То есть, вкратце я вам объясню, о чем я снимал предыдущие ролики. То есть, объясню, как вам подобрать материнскую плату. Ребята, у меня до этого было три ролика про материнские платы. Первое видео было такое простенькое, опять же, больше для начинающих юзеров. Это видео я снимал, когда только начинал снимать свои видео. То есть, это один из первых моих роликов. После этого у меня вышло еще два ролика про материнские платы. Вот второй ролик, он более интересный, потому что в нем я подробно рассказывал, где сколько реальных фаз, какие там мосфеты стоят, какое у них значение по амперажу и так далее. Но второй ролик, конечно, третьему тоже выступает, потому что во втором ролике я не говорил, где какие контроллеры стоят. Ну и в целом, наверное, информация была немножко скудненькая, но все равно я вам рекомендую этот второй ролик посмотреть. И третий ролик, который вышел на тему материнских плат, он уже подробно разбирал X570 платы. Я поговорил о том, где сколько линий питания, где сколько фаз питания реальных, где какие мосфеты стоят, какие у них значения и так далее. То есть я подробно все разобрал, вплоть до контроллеров. Советую вам посмотреть обязательно второй и третий ролик, они очень полезные. И после этих роликов, двух, я думаю, уже у вас будет меньше вопросов, какую материнскую плату стоит брать, а какую нет. А перед началом просмотра будет небольшая рекламная пауза. Спонсор сегодняшнего видео – магазин электронных ключей ggmail.com. В данном магазине вы можете купить разнообразные ключи от компьютерных игр, программ. Тут продаются UEM-ключи от Microsoft Windows. Важно, ребята, если вы покупаете UEM-ключи, то в принципе их можно использовать дома. Но, к примеру, в офисах где-то на работе я бы уже их не использовал. Почему? Потому что UEM-ключи – это не лицензия. Это ключи разработчика, которые продаются Microsoft для каких-то предприятий. И потом уже с ноутбуками, с техникой, с какой-то они вам уже продаются. То есть перед тем, как использовать эти ключи где-то в офисе, сто раз подумайте. Так вообще делать не рекомендуется. Ребят, доход с этой рекламной пойдет на развитие канала и на разнообразные благотворительные сборки. Для тех, кто не в курсе, я на своем канале помогаю своим подписчикам. У меня есть благотворительные рубрики, у меня есть такая рубрика, как рубрика «ПК в дар», у меня есть такая рубрика «Бесплатная сборка». Ну и, в общем, вот этот доход с этой рекламой будет тем или иным способом использоваться для развития нашего канала. Поэтому еще раз говорю большое спасибо, что вы лояльно относитесь к такой рекламе. Ну и мы приступаем к ролику. Первое, ребята, давайте начнем с офисных систем и разберем какую же материнскую плату взять, если вы хотите собрать простенький офисный компьютер без заморочек. В общем, если вы там не собираетесь играть, если вам это не надо, то вы можете взять какую-нибудь простенькую материнскую плату на А чипсете, либо дешевую плату на Б чипсете. Не важно даже от какого производителя, в этом случае по барабану, потому что тут правда какая разница, какой у нас VRM, какие у нас там фазы питания, как что там разгоняется, не разгоняется и так далее. Потому что когда вы собираете офисный компьютер, мы просто берем самый какой-нибудь дешевый вариант. Это может быть такой вариант, это может быть такой вариант, ну или какие-нибудь вот такие варианты. То есть вообще без разницы, ребята. Теперь давайте поговорим про более такие серьезные варианты. Что же нам делать, если мы хотим собрать систему на Ryzen 1600, 2600, 3600. Какую нам материнскую плату в этом случае выбрать? В общем, если вы хотите собрать средненькую такую игровую сборку, то лучшими решениями на данный момент являются это MSI A Pro и MSI Tomahawk. Кстати, у этих материнских плат потом вышли старшие модели, к примеру, есть MSI Tomahawk Max. Обалденная материнская плата, к покупке рекомендую. Данная материнская плата без каких-либо проблем может вытянуть и 2600, и 3600, и даже 3700. 3700X она без каких-либо проблем вытягивает, не перегревается, при этом она очень хорошо разгоняет оперативную память. И, наверное, по соотношению цена-качество на данный момент это лучшее решение в таком среднебюджетном секторе. Какие варианты, ребята, еще можно рассматривать? Есть такая материнская плата, очень интересная, называется Asus Gaming F. Есть эти материнские платы на B450 и на B350 чипсете. Обе материнские платы очень хорошие, у обоих материнских плат с BIOS никаких проблем нет. То есть, вы можете спокойно брать эти материнские платы и ставить опять же вот эти 2600, 1600, 3600 Ryzen, даже 3700X запихать без каких-либо проблем. То есть, эта материнская плата выдержит эти процессоры. Что на B350, что на B450 чипсете у Asus. Еще есть одна интересная плата, это Asus TUF Pro M и Asus TUF Pro. Именно TUF Pro с приставкой Pro. Есть еще такая же материнская плата Plus. Вот она, эта материнская плата, ну не очень. Я ее не советую брать, потому что там VRM сильнее прилично греется. В плане разгона процессора она хуже, в плане разгона оперативной памяти она тоже никакая. То есть, Asus именно вот эта TUF Plus, я ее к покупке не рекомендую. Если берете, то Pro. Но это опять же тот случай, когда в магазине нету ни MSI A Pro, ни MSI Tomahawk, ни Asus Gaming F. То есть, если вот те материнские платы есть в продаже, то лучше взять их. Теперь, какие материнские платы не стоит брать. Это все материнские платы от Gigabyte Aorus на B350 чипсете. Это полный шлак. У Aorus нормальные материнские платы среди первого поколения. Это буквально две модели. Это как у меня. Это белая Gaming 5 и более замудренная Gaming 7. Все, остальные материнские платы все, к сожалению, порожняковые. Что у Gaming 5, что у Gaming 7. Там 6 реальных фаз питания. У моей чуть попроще, то есть чуть получше. И эти материнские платы стоящие. То есть она без проблем 2700X в лютом разгоне держит и не перегревается. Ну как не перегревается? Не перегревается вот с таким водоблоком, который охлаждает VRM. К сожалению, родные радиаторы, но полный шлак. Они, скажем так, температуру не держат и VRM там прогревается нехило. Но это нехило, если в разгоне. Если без разгона, то температура очень низкая на VRM и к ним не придерешься. С этим мы разобрались. По старым материнским платам, знаете, что я вам советую взять? Это присмотреться к Hero 6 от Asus. Эта материнская плата просто обалденная. Выполнена на мощных дермосах. Что могу сказать по ней? VRM тут просто обалденная, ребят. Очень мощная. Эта материнская плата без каких-либо проблем. Я думаю, даже вытянут, наверное, 3 950. И стоит она где-то в районе 9-10 тысяч на Computer Universe. А недавно по акции она там продавалась за 7 тысяч. За 7 тысяч, ребят, когда она там продавалась, это просто бомба. Это лучшее соотношение цен и качества на весь интернет, на весь мир. Потому что, ребята, на тот момент, когда она продавалась по этой цене, лучше что-то найти просто было нельзя. Да, она как бы устарела. Там типа X370 чипсет, все такое. Ну и что, ребята, ее можно прошить. Вот я тоже на X370 до сих пор сижу. Процессор уже менял как бы неоднократно. А материнская плата осталась та же самая, я не жалуюсь. То же самое и эта материнская плата. Берите, пользуйтесь. То есть вот эта Hero 6, она просто обалденная. У Asus есть еще 2 материнские платы, которые стоят уважения. Ну как 2. Наверное, даже можно назвать 4. Потому что они есть в исполнении X370 и в исполнении X470. Это Asus Gaming F X470 и Asus Prime. Обе эти материнские платы шестифазовые. То есть у них и у той, и у другой материнской платы 6 фаз. Только на одной MOSFET чуть послабее, на другой чуть помощнее. К покупке я эти материнские платы рекомендую. Ну, если вы совсем уж хотите что-то крутое взять, ребята, то рекомендую вам взять MSI Carbon. Комиссай, к примеру, Carbon на X470 чипсет имеет очень мощный VRM. То есть там 5 фаз питания, но они усилены. И, скажем так, за счет этого, за счет того, что фазы усилены, MOSFET очень мощные. Эта материнская плата вообще не перегревается и тоже может по сути работать с любым из ныне существующих процессоров. То есть VRM у него очень-очень хороший. И стоит она, кстати, тоже недорого. Вкратце я вам все объяснил. Теперь по поводу новых материнских плат на X570 чипсете. Что же я о них думаю? Кто смотрел мое предыдущее видео, то я уже сказал по поводу того, что там рулит сейчас MSI и, как ни странно, Aorus по качеству VRM. Но у Aorus остается та же старая проблема. Хоть и VRM они теперь наконец-то мощные стали делать. До этого у них там порожняк лютый был. Но, к сожалению, оперативная память на этих платах гонится хреново. То есть, как гоналась память плохо, так и гонится. Поэтому, если учитывать вот этот маленький Momentus, наверное, смысла брать Aorus'ы пока нет. Пока они там с биосами своим не разберутся и нормально все это дело не будет разгонять оперативную память. На второе место я, наверное, поставлю платы от Asus. Есть, конечно, один нюанс. В интернете нет сейчас информации подробной про них. То есть, есть информация про то, сколько фаз питания, сколько линий питания, какие MOSFET, но нет информации, как там усилены фазы питания, за счет чего. Но, судя по тестам, в интернете, ребята, VRM там очень холодный на этих платах. Даже на самых дешевых вариантах на X570 чипсете VRM вообще не прогревается особо сильно. То есть, туда можно вставлять, наверное, и 3900 спокойно и никаких проблем не будет. 3950, конечно, самый бюджетный вариант я бы не вставлял. Но уже в среднебюджетный, я думаю, можно было. Потому что VRM там уже более-менее прилично идет по характеристикам. Asra, к сожалению, на X570 чипсете я не рекомендую брать лишь по одному, что они зажирались. По-другому я это назвать не могу. По соотношению цена-качество это, наверное, самые плохие платы, которые делала когда-либо компания Asra. Знаете почему? Потому что стоят они дорого, а по характеристикам, к сожалению, они уступают конкурентам. К примеру, вот эти материнские платы, их топовые, они стоят там 50 тысяч или 60 тысяч. Ну, там, в общем, большая какая-то цена на них, особенно на Акву. Но она не стоит этих денег. Потому что, к примеру, на этой Акве VRM в точь-в-точь такой же, как вот на Taichi. И смысл за нее столько переплачивать, когда можно купить вот эту Taichi и прикрепить к ней какой-нибудь водоблок от ЕК, от Баски, от Баров и так далее. И также сидеть на ней через свой водоблок, как вот в этой же Акве вы бы сидели. То есть, поэтому я считаю, что Asra, конечно, они ушли куда-то вдалеко в маркетинг. Может, где-то на западе это канает. И там любят люди фестивлюшки всякие, красоту и внешний вид. Но, думаю, у нас в России это не проканает. Потому что платы своих денег, еще раз повторяю, не стоят. Ладно, ребят, это такая была, скажем, краткая информация по тому, какие платы стоит покупать, какие нет. Я подробно, ребят, сейчас не буду разбирать все платы, потому что не вижу в этом смысла. Давайте поговорим о моих предыдущих роликах. Вот об этом ролике и об этом. Как пользоваться этими роликами? Если вы хотите подобрать себе хорошую материнскую плату, первое, на что вы должны обращать внимание, это на VRM. Как он там сделан? Будет он там перегреваться или нет? Второе, на что вы должны обращать, это на BIOS. Кривой он там или не кривой? Есть на него какие-то жалобы или нет? И третье, на что вы должны обратить внимание, это насколько эти материнские платы хорошо разгоняют оперативную память. По первому параметру тут все понятно, я все выписал. Смотрите ту материнскую плату, где больше фаз питания и линий питания. Эти материнские платы более приоритетны, потому что на них меньше всего нагревается VRM. А чем меньше будет нагреваться VRM, тем дольше ваша материнская плата проработает. Тем меньше шанс, что будет какой-нибудь прогар, что вас пробьет фаза и все к чертям собачьим сгорит. Ну и тем холоднее VRM, тем стабильнее будет разгон, тем меньше у вас будут пульсации и шумы. Потому что при высоких температурах возрастают шумы и пульсации, ребята. И чем меньше температура, тем лучше. По поводу оперативной памяти я уже сказал, что тут хуже всего отрабатывает, к сожалению, Gigabyte. То есть Aorus, как ни крути, память хуже всего гонится именно на этих платах. Лучше всего отрабатывает, наверное, Aceroc по оперативной памяти, как ни странно. Но у Aceroc, опять же повторяю, одни из самых кривых BIOS, то есть очень много проблем. Я уже неоднократно на стримах говорил о том, что, к примеру, X470 плата вроде все нормально. Было нормально, со старыми процессорами вышли новые. И пока они это все исправляли, прошло очень много времени. То есть были непонятные вылеты, были непонятные зависания. Там у людей настройки пропадали, то есть они выставляют, там несколько дней на них сидят. Фига, какие-то настройки берут и пропадают. Очень было много багов, я сейчас не буду их перечислять. Я одно просто хочу до вас донести. Aceroc в плане своих BIOS, в плане своих прошивок очень сырые. Программеры, которые у них работают и пишут эти BIOS, но я скажу так, они немножко криворукие. И мне это очень не нравится. Поэтому, если исключить вот эти платы Aceroc и Gigabyte, то у нас остается два варианта. Это либо брать платы от Asus, либо платы брать от MSI. Хотя на самом деле, опять же повторяю, среди X570 плат Aorus очень сильно поднялся и платы у них достаточно хорошие вышли. То есть в плане VRM и в плане оперативной памяти они тоже немножко там подтягиваются. То есть все лучше и лучше становится. Но пока что им до конкурентов по разгону памяти далеко. То есть что-то никак у них не срастется, к сожалению. Теперь, ребята, отвечу на пару вопросов, которые мне задавали на почту. Первое. Стал бы я сейчас покупать, к примеру, X570 плату к 3.600 Ryzen или 3.700? Считаю я это целесообразным. Нет, не считай. Я считаю, что нет никакого смысла покупать к 3.600, 3.700 или к какому-то другому старому Ryzen X570 плату. Это очень нерационально. Проще опять же взять MSI тамагав или какую-то другую более-менее нормальную плату. Вот, к примеру, я опять же хочу напомнить. Hero 6 на X370 варианте. Это очень хороший вариант с очень мощным VRM и к покупке я ее советую. Ребят, ну еще один вопрос последний. Купил бы я для себя такую материнскую плату или нет на X570 чипсете? В общем, отвечу честно, не то я вас. Да, купил бы. Но вы должны понимать, что я бы купил такую материнскую плату для того, чтобы собрать сборку на 3.950. И я это собираюсь сделать и я это сделаю. Но, какого-то конкретного ответа для вас я дать не могу. Стоит ли вам такую плату покупать или нет? Скорее всего, нет чем да. Потому что вы в основном собираете простенькие сборочки. А для простеньких сборочек к 3.600, 3.700 эти платы не нужны. К 3.900, да, в принципе, есть смысл покупать X570 плату. Но, опять же, есть более дешевая альтернатива. Kirata 6, MSI Carbon с 5 фазами усиленными. Помимо MSI Carbon, там есть более дорогие варианты, которые лучше и дешевле, чем многие X570 платы. То есть, понимаете, в чем дело? Пока особого, наверное, смысла все же покупки этих материнских плат нет. Потому что по соотношению цена-качество на X370 и X470 чипсете есть платы более интересные. Они также хорошо работают с новыми Ryzen. Поэтому сами думайте, ребят, стоит вам покупать эти платы нового или нет. Я думаю, что, наверное, особого смысла, еще раз повторяю, в их покупке пока что нет. Ребят, спасибо, что вы посмотрели это видео. Если вам понравилось, то можете подписаться на канал, нажать на лайк, потом на колокольчик. Также, ребят, если вы хотите помочь моему каналу в развитии, то вы можете сделать какой-нибудь репост в социальную сеть ВКонтакте, в Однокласснике, в Фейсбук. Когда вы делаете репосты и пишете комментарии, это очень сильно помогает продвигать ролики. Особенно, когда вы пишете комментарии. Чем больше комментариев, тем лучше. Давайте, там, срач устраивайте, там, спорьте между собой. Я только за. За это вам хочу сказать отдельное спасибо. Потому что без вас, ну, канал продвинуть практически нереально. То есть, вы создаете активность. И сколько бы денег человек не вложил бы, если бы не было активности, канал бы с мертвой точки, он бы не сдвинулся. Ладно, еще раз спасибо, что вы посмотрели этот ролик. В общем, пойду я монтировать это видео. Всем пока, всем удачи, до новых встреч, не пропадайте. Пока всем.